Таблица совершенно мудрёна. Смотрите, цифра. И вторая строчка этой таблицы встречается. Здесь будут написаны подряд цифры. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. По каждой из них нужно написать, сколько раз она в нашей таблице встречается. Только, внимание, во всей нашей таблице. Я не буду тратить время на переход, который доказывает, что у этой задачи ровно два решения. Но, тем не менее, поверьте, что можно подать некоторое время и это доказать. Я рисую вам две таблицы, и ваша работа очень простая. Придумать, и как только хотя бы одну табличку придумаете, естественно, нужно будет сразу выйти и запомнить. Заходите. Значит, итак. Итак, моё дело написать как яйцо. Ваше дело... Ой. Ваше дело... Хорошо. Фантазирую. Советую. Вписывать карандашом, стирать ластиком. Смотреть бесполезно. Абсолютно бесполезно просто смотреть на эту таблицу. Вписываем, стираем. Вписываем, стираем. А все цифры, наверное, сколько два домена? Нет, смотри. Под каждой цифрой написано число, сколько раз оно встречается. Кстати, в одной из этих таблиц даже двузначное число встретится. То есть не обязательно там только цифры. Там каких цифр может быть очень много. Сейчас даже если вы немножко подумаете, поймёте, какие. Единиц, конечно. Конечно, в одной из таблиц будет очень много именно единиц. Да. В середине февраля проходит традиционная олимпиада, куда всех участников этого кружка я действительно очень зову. Собственно говоря, в этой же аудитории она и будет проходить. Вернее, не в этой, а во многих аудиториях, во всех аудиториях такого типа этого здания и ещё другого корпуса. Так называемый математический праздник. Это в середине февраля, одно из весельцев, можно будет смотреть на сайте.ру. Какое именно? Называется олимпиада для шестых-седьмых классов. Но всех вас я туда зову, потому что это действительно мероприятие достойное и полезное. На всякий случай, там каждому пришедшему дарят и вышли. Так что даже если задачу решать не хотите, есть просто такой интерес, чтобы прийти к вышку получить. Я даже не понимаю, что ради этого вы не пойдёте. Вы не настолько, как сказать, жадные. Но, в общем, привет, туда надо идти. Туда действительно надо, в общей аудиториях. Ребята, давайте я посмотрю, получилось у нас или нет. Нулей один. Интересно. Действительно один. Единиц семь штук. Так, одна, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Это неправда. Значит, у вас неверная решение. Потому что единица... Первый, пожалуйста. Да. Не слышу. В таблице в этом. Да. Это неправда во всей этой таблице. Ноль нолей, это полный емутарь. Потому что, извините, один ноль у вас точно уже есть. Всё, садитесь. Значит, есть простой способ. Зайти на сайт mccme.ru И там есть просто расписание всех олимпиад стульных разумов, которые проходят во время учебного года для всех классов. И там двойка, двойка и двойка. Видите, да? Три двойки. Если пишете число десять, то оно состоит из двух цифр. Из единицы и нуля. Ну что мне вас, учить десять писать, что ли? Число десять, двузначное. Состоит из двух цифр. Одна их единичка, другая ноль. Одна их единичка, другая ноль. Одна их единичка, другая ноль. Семь штуки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, действительно, единицы, это семь штуков. Двойки, три. Смотрим. Одна тойка, вторая тойка, третья тойка. Согласен. Тройки, две. Вот они, две тройки. Четверка, одна, пятерка, одна, шестерка, одна. Семерка, две. Вот они, две семерки. Восьмерка, одна, девятка, одна. Молодец. Половина задача решена. Значит, единиц двузначное число штуков. Сколько их 10, 11, 12, 13, я вам скажу. Но, пожалуйста, сами догадайтесь, и получится у вас табличка. Так, два, нуля, десять единиц. Ага. То есть я раздали их поедине, да? Отлично. Давайте посчитаем, сколько у нас единичек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять единиц. Сколько у нас нулей в Англии, а сколько у нас двоих? Неудача в этом. Да. У нас их две, а здесь написано, что одна. Хорошо. Поэтому, к сожалению, здесь было написано неправда. Пишите, пожалуйста. Отлично. Давайте считать, сколько у нас единиц. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Неправильно. Написано, что единиц 11, между тем, как на самом деле их в таблице 12. Следующий. Проблема, нулей, два. Понимаете? Нулей, два, а у вас написано, что он один. Так что неправильно у нас. Следующий. Нет, а достаточно одной ошибки. Один. Секундочку. То, что нулей два, это уже означает, что неправильно. Единиц 13 штук. Двое двое двое, это может оно и разумно, а вот то, что 13 единиц, в это я никогда не поверю. Да, слишком много. Не, не садитесь, у вас явно не получилось. Садитесь. 13 единиц явно неоткуда взять. Так, победила девочка. Девочки, они всегда победят. Так, два нуля, девять единиц, одна двое. Как же одна двое-то? Не бывает одна двое-то, невозможная. И два нуля. И герка, ради, ради. Нулей, не у вас. Один, садись, садись. Не то. Так. А два? Нулей, два, единиц, десять. А двоек сколько? Сколько двоек у вас? Одна? Значит, у вас неправильное решение, потому что двоек уже две я вижу. Три. Дима, вы уже были очень близки к решению. Но, к сожалению, это решение. А, а это решение. А вот это действительно... Садитесь, садитесь, все. А это действительно решение. Смотрите, какой он хитрый. Один, а один, а один, а один, а один, а один. Давайте считать. Одна единица. Вторая, третья, четвертая, пятая. Считаю, садись. Действительно, 11 единиц. И смотрите, как забавно обошелся с двойкой. Двоек две. А почему их две? Потому что их две. Понимаете, да? А вот здесь вот написано под двойкой, что их две штуки. И это как раз и... Вот это вот одна двойка, а это вторая. Хорошо. Теперь задача на ту же самую тему. Смотрите. Надо придумать. Десятизначное число. Первая слева цифра, которая будет говорить, сколько в нем единиц. Следующая цифра, сколько в нем двоек. Следующая, сколько в нем троек. Четверок, пятерок, шестерок, семерок. Ой, я немножко не рассчитал. Девяток и нулей. Вот, смотрите. Десятизначное число. Первая слева цифра разъясняет, сколько в нем единиц. Вторая цифра указывает, сколько в нем нулей. Третья, сколько в нем... Третья, сколько в нем двоек. Третья, сколько в нем троек. Все, понял? Значит, еще раз повторяю. Придумать десятизначное число. Первая слева цифра, которая указывает, сколько в нем единиц. Вторая, сколько двоек. Третья, сколько троек. Четвертая, четвертая, пятая, про пятерки. Шестая, про шестерки. Седьмая, про семерки. Восьмая, про восьмерки. Девятая, про девятки. И, наконец, десятая цифра объясняет, сколько в нем двоек. Это, пожалуй, даже проще предыдущий. Или подпишите. Не просто терпите, а под единицей. Под слов единицей. Пишите от слов. Потом сделайте пробел, а потом двоек. Пишите следующую цифру. Итак, пожалуйста. Семь единиц. Три двойки. Две двойки. Одна четверка. Одна пятерка. А, я понял. Она хитрая. Она хитрая. Она вспомнила вот это решение и решила просто скопировать подряд все-все-все, да? Отлично. А теперь скажите мне, пожалуйста, где в этой записи нулики, которые якобы здесь есть. И скажите-ка мне, пожалуйста, где здесь семь единиц? Одна, вторая, две, четвертая, пятая, шестая. Занейтесь. Три двойки. Три двойки. Не, просто скопировать строчку и решение будущей задачи недостаточно. Так, ребят, подсказка. Чему равна сумма цифр этого числа? Десяти. Поэтому, если у вас девять единиц и две двойки, то у вас уже одиннадцать цифр. Это слишком много. Поймите, пожалуйста, у вас здесь написано, что в числе есть одна шестерка. Покажите мне, пожалуйста, здесь хотя бы одну шестерку. Шестерки здесь есть? Так? Есть или нет? Их здесь в числе мы снимем. Поймите, пожалуйста, здесь у меня написано все словами. Поняла? Следующий. Каждую цифру это число рассказывает, сколько раз там этот цифр встречается. Так. Двоек нету, троек нету, и четверок нет, и пятерок нет. Чего нет? Семерок нет. И восьмерок нет. Девяток нет. Ага. И девять нулей. А девяток при этом будет. Восьмерок нет. Восьмерок нету. Восьмерок нету. Восьмерок нету. Восьмерок нету. Просто пишите, сбоку свои числа. Восьмерок нету. 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 Два десяти значных числа, каждый из которых аналогичным способом про другое объясняет, сколько в том цифре. То есть, должно быть не одно число, которое про себя вот так вот рассказывает, а два разных числа. При этом требуется, чтобы первое число первой своей цифрой говорило бы, сколько во втором числе единиц. И наоборот, чтобы второе число своей первой цифрой говорило бы, сколько в первом числе единиц. И так должно быть везде. Четверок, пятерок, да, конечно. Два разных числа. То есть, попытка сбить мне это число два раза бессмысленно. Девятый и глупый. Знаете, просто, а вот надо было два раза написать одно и то же число, это все глупость. Задача была четко сказана. Придумать два разных числа, каждая из которых о другом рассказывает, сколько в нем цифрой. Придумать два разных числа, каждая из которых рассказывает о другом. На самом деле, сумма цифр каждого из этих чисел, это, конечно, десять. Потому что в другом числе всего десять цифр. Разумеется, в каждом из этих чисел будет довольно много нулей. Так, одна единица, одна двойка. Трое, четверок, пятерок нету. Шестерок две, семерок нет, восьмерок нет, девяток нет. А нулей там шесть, отлично. А второе число какое? Нет, под ним напишите, пожалуйста. Так, две единицы, одна двойка. Пока нормально. Трое нет, четверок нет, пятерок нет. Как? Пятерок шесть штук? Все, садитесь. Так, две единицы. Так. А где-то у тебя сказано, что это одна двойка. Не слышу. У нее не сказано, что есть одна двойка. Не сказано, что есть двойка, да. К сожалению, ошибка. Очень близко к решению. Чуть-чуть поправьте. Уже вы поняли, что должно быть много нулей, ребята. Нулей действительно будет там то ли шесть, то ли семь, но близко к этому. Вам чуть-чуть поправить, и все получится. Давайте. Давайте. У тебя в титане написано? Да. И проверим. Толь двойка, ребята. Да и куда? Толь двойка, ребята. Сядь и продей, переделай ты к доске. Жени, вы можете в стороне? Вот так. А что? Поймите, пожалуйста, что единица у вас должна быть в этом числе одна, правильно? А вот в этом числе, заметьте, пожалуйста, их три. А вы написали, что две. Если честно, его решение можно чуть-чуть подкакивать. Слушайте, а это вам правильно. Три единицы. Смотрите. Нулей шесть штук. Действительно шесть. Здорово. Ребята, давайте я вот здесь вот, на самом деле, начинается нижнее число на трое. И устроено оно таким образом. Значит, в верхнем числе последняя цифра семерка, в нижнем числе последняя цифра шестерка. Дальше. Дальше. Шестерок одна. Это правильно. Семерок одна. Семерок одна. Так. Поехали. Что это за замечательное число? Один миллиард десять миллионов десять тысяч семь и три миллиарда одна тысяча шесть. Пожалуйста, проверьте. Пожалуйста, проверьте. Пожалуйста, проверьте. Не знаю. Пожалуйста. Спасибо.